Всем привет, друзья! Рада вас снова видеть на своем канале. Для тех, кто впервые у меня в гостях, меня зовут Елена. И со мной моя маленькая помощница Сонечка. Сонечка вам раздала поцелуйчики. Ну что, у нас сегодня очередной мукбанг. Мы давно с Соней не снимали видео. И сегодня я думала, что же мне такого интересного приготовить. И решила приготовить черный рис, сорт Южная Ночь. Он прям вот такой вот, кипельно-черного цвета. Видите? Прям как черная икра. И я сделала к рису подливу из печени куриной. Здесь у меня запеченная куриная печень в сметанном соусе. Я обжарила морковь, лук до золотистой корочки. Смешала это все с сырой печенью. Добавила сметану, немножечко зелени. Посолила, естественно. И все это на 20-25 минут где-то в разогретую духовку. Уже, смотрите, у всех по-разному жар. Сегодня у меня 25 минут. До этого 20 минут я готовила. От печени тоже много зависит. В разогретую духовку все это запекается. Получается вот такая вкуснятина. Рис я не пробовала пока еще в своем творении. Надеюсь, что это вкусно. Но выглядит, по крайней мере, посмотрите, как это красиво выглядит. У меня тоже. Вообще, я планировала... Сонечка, можешь уже кушать, малышка. Я вообще планировала, что этот рис будет черный. А соус, который получается сметаной, я думала, что он будет как сливочный белый. Чтобы выглядело блюдо эффектно. Но, к сожалению, получилось как всегда. Но, надеюсь, хотя бы это вкусно. Печень точно вкусна, потому что я готовлю так не первый раз. У меня даже на канале есть видео, как я это готовлю. Держи, малышка. А вот... Что касается риса, буду пробовать. Я пробовала его в ресторанах не раз. Там, правда, немножко другой, видимо, сорт риса. Потому что рис был длиннозерный. И назывался он не просто черный, а дикий рис. Здесь вот такая красота. Да, черная-черная. Ножечки вкусные. Ножечки вкусные. Ну, естественно, подливку я сюда. Печень. Знаете, вот я соус, специи никаких не добавляла непосредственно в рис. Но вот рис немножечко отдает вот таким вот... Какой-то пикантный вкус. Я не могу сказать, на что это похоже. Даже какой-то цветочный запах. Да, Инна? На меня полотенце с котиком. Что тебе, полотенце с котиком? На, малышка. Я не знаю. Краситься этот рис просто жуть. Ну, вкусно. Тебе вкусно? Угу. Очень. Всем-всем приятного аппетита, мои хорошие, кто кушает вместе с нами. А то я уже накинулась на еду, вам так не пожелала, наверное, приятного аппетита забыла. Может быть, конечно, и пожелала. Пить я буду сегодня обычный черный чай у меня. Без всего, без запахов, без добавок. Травки сегодня не стала добавлять никакие. И просто сладкий. Соня водичку. Я предложила ей травяной чай, детский у нее есть. Хотя я не хочу, хочу воду. Сок мы не купили. Забыли, да? Угу. Ну что? Ммм, печень по этому рецепту получается просто нежнейшая. Ммм. А когда еще и не сразу соль добавляешь, а где-то в середине, в процесса готовки, она вообще получается нежная-нежная. Даже если, понятно, куриная печень, она всегда нежная, но иногда она бывает немножко пересушенной, если ее просто пожарить. А вот по этому рецепту, когда готовила я говяжью печень, она прям таяла во рту. Ммм. Кстати, этот рис, мне гораздо больше нравится черный, все-таки вкуснее, чем красный рис. Красный он прям очень жесткий был, хотя я его варил очень долго. Этот тоже рис 30 минут варить, долго. Ммм. Вкусняшка. Насчиталась пользой вообще просто в этом рисе. Как это... Раньше только императоры кушали такой рис. Так что я заинтересовалась, заинтриговалась и решила попробовать сварить, купить и сварить. Думала, будет очень трудно найти. Нет, на самом деле, вот в Ашане представлен, причем, несколько торговых марок этого риса. На любой вкус и кошелек. Это жесткая попалась от риса. Кстати, этот рис не шлифованный, поэтому он такого цвета. Черного. Кстати, девочки, хорошо для тех, кто следит за своей фигурой и худеет, на самом деле. Здесь много клетчатки очень. Он рисковатый, конечно. Допустим, басмати мы до этого готовили. Он прям был мягкий, мягче обычного самого риса. Вот обычный, без всяких просто пропаренный там, я не знаю. Ммм, мне нравится, вкусно. Ммм, вкусно ложечка. Слушай, ложечка, я не хочу, Кисюня, нормально так. Сегодня с Сонечкой нагулялись. Скоро новогодние праздники. Ну, как скоро? Сегодня 1 октября. Мы снимаем видео. Мы теперь очень редко снимаем, не успеваем просто все сделать. Снимем одно видео. Либо два сразу в день. И потом там недели полторы мы свободны, так сказать. Впрок снимаем. Так что, если у нас там на стыковочке будут, что-то раньше выложим, что-то это. Пересматривать тоже нет возможности. Отредактировали и уже выкладываем, чтобы вы посмотрели. Поэтому сегодня пошли с Соней погулять. Погода, ну, так у нас. В велосипеде, да. Дождя у нас сегодня нет, но очень пасмурно, неприятная погода. Прохладно. Перчатка. Сегодня руки мерзнут. Ребенок на велосипеде. Такой велосипед-коляска. Я показывала, по-моему, в одном из видео. Велосипед-коляска. Соня на нем доехала. Дашан далековато, поэтому я стараюсь как бы... Ну, и оттуда что-то купим. Чтобы не тащить на себя. Мы... У нас с Соней новое хобби образовалось. А я теперь хочу делать бантики. Сон, да? Тем более есть кому носить. Сейчас мы с вами пошли. Погуляли по торговому центру. Ну, естественно, приятное с полезным. Купили кое-что из продуктов. Пошли. Рис я купила, кстати, давно. У меня он лежал, ждал своего часа. Уже, по-моему, если честно, распаковка была. Этот рис был в распаковке, если меня не ошибаюсь, даже, наверное, в июле. Только мы сейчас... Дошло у меня... Рука его приготовить. Вкусно. Вкусно? Конечно, вкус такой специфический. Ну, мне печенка, на самом деле, вот такая именно в таком изготовлении. Приготовление больше нравится либо с картошкой, причем картофель не жареный, не это... Ну, либо с пюрешкой вкусно, либо, если просто отварной, без всего, и порезанный маленькими кусочками. Сверху вот печенка вот с этим... Ой, со сметаной. Ваша красота. Просто идеальное сочетание. Я не могу, как вкусно. Ты любишь? Угу. Тебе вкусно? У меня вкусно, да. Тебе вкусно и нравится. Нравится рис такой? Угу. И печенка у нас. Печенка куши. Печенка тоже хорошо, полезно. Печень уже дороже стоит куриного мяса. Куриного мяса. Субпродукты. Сегодня посмотрела. Килограмм печени 270 рублей. Красота. И мясо, да? Как мясо стоит? Мясо такое. Иногда, знаете, так подумаешь, лучше добавить по акции, допустим, часто в Ашане там 290-300 рублей индейка бывает. Филе бедра, либо грудка. А это все-таки курица. И так еще и мало-то уж курица, это субпродукты все-таки. Да, они полезны, их кушать надо. Ну, ценник что-то вообще. Ммм. Водишь мне в воде в купе, я кушаю, доча. Ты пока я готовила, сказала, что будешь кушать. Соня сегодня хотела перекусить, дать ей макарошки. Нет, говорит, я вот жду, мама, пока ты приготовишь вкуснятина. Кушала, да? Ой, ну знаете, положила себе на самом деле немного, но... Не забыли, макароны взять. Макароны нам не надо, макароны... Мы сегодня уже кушали. Поговорим. Макароны мы и так покушаем, а это вот деликатес рисок, кушай, полезный. Потом да. Здесь и витаминов много. Если верить тому, что написано про этот рис в интернете, то вообще просто... Никаких потом не надо добавок, и всё, ешь и худей, и просто вообще хорошей молодей. Ну, вкусно. Я не могу сказать, чтобы я бы его полностью заменила, допустим, макароной. Я, конечно, люблю больше. Ну, так, почему бы и нет. Обычный рис мне тоже больше нравится. Да. Ну, вот, либо басмати вот мне очень понравился. Басмати вкуснее. Ну, смесь этим не кусать. Пошли, я лучше. Я не могу. Ну, что-то так поздно. Так вот, о чём я начала говорить. Что очень быстро насыщаешься. Я обычно всегда порцию гораздо больше себе накладываю. Там, гарнира и, ну, мясо. Сейчас я положила буквально в половину меньше, и я уже наелась. Хотя я сегодня вот утром только завтракала, часов, наверное, в одиннадцать. Сейчас уже время к вечеру. Не знаю, сколько точно времени. Немного вкуса. Ещё пока не темно. Сейчас уже темнеет рано. Но насыщение происходит. То есть, очень-очень хорошее. То есть, для тех, кто особенно не может наесться. Особенно, знаете, осенью, где притняк, вот эта вот погода мерзкая, всегда хочется чего-нибудь сладенького, чего-нибудь вкусненького. Я сама вот у меня сижу и мечтаю. Я бы блинчик бы съела. Это я понимаю, что не надо. Особенно вот почему-то хочется вечером. И если погода плохая, а погода плохая осенью. Постоянно хочется и хочется вот чего-нибудь кушать и кушать. Мы же кушаем много, говорят психологи, что когда как раз вот психологически чего-то не хватает, мы начинаем кушать сладкое, мучное, всё вкусное. Нам хочется... Что скажем? Не скажем пока, мы кушаем пока. Ты чего? Мы кушаем, Сунь. Мы потом мясо. Мы ещё не поели. Надо поесть. Кушай. Это вкусно. Я же тебе специально положила вот подливочку, чтобы ты с риском кушала подливку. Да, вкусно будет. Подливки его, чтобы он вкуснее пил, дочь. Но так невкусно. Не надо. Соня сегодня просто вообще, как будто из твоей ноги встала. Мими. Мими. Малышка подалит. Мими-то никуда не уйдёт. Ой, сегодня такие медвежатые прикольные продавались в Ашане вообще. У меня вроде и мышь вот такой был. Такой красивый. Такой такой. Мышь красивый и мими. Балышка. Все всё поняли. Дочь. Бабушка тебе подарила на дне рождения красивые игрушки. Большого медведя, да? И мыша смешного. И кулки. Столик Барби. Три куклы. Три, по-моему, да, те куклы? И шок. С предметами там какими-то. Потом сачок там, ещё что-то. Ну, накрывать стол. Вообще всё как положено. Всё как у людей. Ну, не Барби куклы. Я не знаю, как они называются. Ну, какие-то модные по сегодняшнему времени. Я не очень в них разбираюсь. Мы телевизоры не смотрим. Нам некогда смотреть телевизоры. Поэтому максимум там, что по делу. Какие-то программы, там, ролики необходимые по делу могу в Ютьюбе посмотреть. Поэтому, не знаю, некогда расслабляться и, правда, смотреть какие-то просто бездумные программы. Проще мне просмотреть какую-нибудь полезную вещь. Либо что-то для дома кулинарии какая-нибудь, да. Либо, я не знаю, ну, просто не смотрим. Емундию, мам, емундию. Ну, и надо мультик сегодня включать, конечно. Не без этого мультик тоже надо. Братунтик, любимый мультик. Ну, спой песенку, спой. Все будут рады. Сонечка, согласен. Соня обожает, особенно, когда вот песенку вот эту про Фунтика вообще просто. Не знаю, мне в детстве тоже этот мультик очень нравился. И батан сюда, и соль здесь. Ну, что, дочка, подрастешь чуть-чуть? Батя твой обещал нас это, свозить в зоопарк. Да. В этом году хотели. Но Сонечка еще не готова. Маленькая еще. Не понимает она еще из всех зазверений. Мы... Вот Кузьминка когда были, мы не снимали, но мы сделали фотографии просто. Надо будет выложить все эти... Там зверушки разные, такие домашние, всякие фазаны, индейки, козочки. Не знаю, все гурики. Гусь. Гуся вообще испугалась, чуть не убежала. Я так смеялась, поэтому рановато еще, рановато. Она их еще всех боится. Гурики по сапатке, гурики. Белые, да? Красивые. Красивые. Красивые, красивые. Такие соросы, пусть? Ммм. Пусть пешки. Мама, что это вообще? Как у тебя хочется? Печенка. Я думаю, я попозже даю. И что-то я вообще... Печенку, мама, печенку. Дочень, мама, даже не печенку, ничего не могу. Что-то перекушала я, мама. Я и кушаю? Очень вкусно. А тебе вкусно поцелуточки? Тебе вкусно? Угу. Ну, покушаем. Надо покушать? Я печенку. А потом играть. А то сил не будет играть. Ты сегодня много сил потратила. На велосипеде ездила, каталась много. Я любила... Я любила... Я любила себе езжать. Любишь, раз любишь, надо силы набираться, потому что сил много тратится. Надо кушать. Кушай, доченька, не спеши. Ой, я с таким удовольствием прям не могу. Ты тебе кушай? А я думаю, сегодня уже точно мне хватит. Конечно, от сладенького бы я бы не отказалась. Что-нибудь вкусно, да? У меня в холодильнике яблоки. Ну, гостили нас. Яблок очень много было. Ну, вот и чтобы не пропасть яблочками, я их заморозила. И вот часть... На свой день рождения пирогов напекла, мы ели. С яблоком, с мясом, ну, разными. Масло не подалось. Ну, да, бабуля приходила в гости к тебе тоже, да? Подалось. Часть осталась. Думаю, может быть, какой-нибудь типа шарлотки что-то приготовить. Я хочу пироги. Пироги, кстати, из замороженных яблок очень трудно лепить. Они все... Влага вот эта от яблок, она попадает на тесто, и вообще они все разваливаются так ужасно. Ну, я так их хотела, что я их нарепила. И маме хотела. И сону. Бабочка, ты все пироги... А Соня не хотела? Хотела. Все хотели. Все любят мамкины пироги, да? Нет. Это я полотенечко вытром. Ой, наелась, ребята, девчата. Я соню. Угу. Ну, постирать надо, постирать. Я постираю, доченька. Капу, да, машинки? Машинки. Капу. Машинка-то есть, постираем. Капу. Машинка постирает, да? Угу. Угу. И вышли, поесть, и не очень хорошо. Ой, красота. Объелась. Сонечка тоже, походу, объелась, потому что она, как всегда, любит кусочничать, как это называется. Постоянно там что-то, да, вкусненькое. Ну что, не прощаюсь с вами, говорю вам до свидания, мои хорошие. Огромное всем спасибо. Столько приятных комментариев за последние дни было. Я на все постаралась ответить. Если кому-то вдруг не смогла ответить, но вы меня уж простите. Комментариев каждый день все больше и больше. Я просто физически не всегда успеваю на них отвечать. Поэтому вы на меня не обижайтесь. Я всех-всех вас очень сильно люблю. Я благодарна каждому моему зрителю. Спасибо вам, мои хорошие, за вашу поддержку, за добрые слова. Столько людей поздравили с днем рождения мою Сонечку маленькую. Соня так рада была. Я ей прочитала ваши поздравления. Соня очень обрадовалась. Она прям очень довольная была, сияла. И вместе с ней мы постарались всем на все комментарии постарались ответить, написать вам слова благодарности. Спасибо вам всем, мои хорошие. Если еще смотрите нас и вы еще не подписаны, подписывайтесь, пожалуйста. Для нас это очень важно. Своими подписками, лайками, комментариями вы помогаете развить... Пальчик вот так вверх, да? Вверх. Да, пальчики вверх. Своими комментариями, подписками и лайками вы помогаете в продвижении нашего канала. Естественно, как бы стимулируете нас для того, чтобы на нашем канале было больше интересных, больше позитивных видео. Пальчики. Ну и обязательно вкусных видео, потому что у нас канал Мугубанк. В основном тематика Мугубанка. Может быть, конечно, я еще сделаю рубрику. У меня в планах... У меня на канале была поначалу рубрика косметология. То есть, как бы различные рецепты, красоты. Но сейчас, к сожалению, нет времени. Такие ролики занимают очень много времени. И... Ну, я просто сейчас разрываюсь, не могу этим заняться. Может быть, ближе к Новому году или после Нового года я все-таки сделаю такую рубрику. Но на сегодня все. Всех целую, всех обнимаю. Спасибо вам, мои хорошие. Всем-всем классного, позитивного настроения на всю... На все выходные, которые у нас скоро с вами будут. Ну что, сегодня все. Пока-пока. Всех обняла, поцеловала. Пока-пока. С вами была Ирена и маленькая Сонечка. Пока. Пока-пока.